Пока крупные бренды один за другим закрывают свои павильоны и привычные марки становятся недоступны, барнаульцы либо находят другие, либо стараются заниматься импортозамещением прямо на дому. Например, шить или вязать не только для себя, но и на заказ. Спрос на такие изделия в последние месяцы возрос как среди старшего поколения, так и молодежи, уверяет швея со стажем Елена Карелина. В основном стали обращаться люди, которые привыкли одеваться в дорогих бутиках. Вот так скажем. Те бутики, в которых привыкли одеваться, сейчас приостановили деятельность, новинок нет, а хотелось бы к лету обновить гардилоб. Вот только цена пошива зачастую гораздо выше, чем стоимость тех же вещей из магазина. Отдельно оплачивается работа портного, а стоимость тканей в среднем за последний месяц возросла на 10-15%. Из-за этого дороже стало и обучение на специализированных курсах кройки и шитья. Мы еще не на все курсы поднимаем цены. На некоторые как бы еще стабилизировали, чтобы все-таки как-то удержать. Потому что материалы предоставляем, и бумагу, кальку, и на какие-то отработки базовых лекал тоже. Меньше желающих обучиться шитью не становится. Скорее наоборот, их число удвоилось. То ли санкции напугали, то ли весенняя пора воодушевила на творчество. Спрос вырос на обучение по шиву спортивных костюмов и нижнего белья. В Овене это шить нижнее белье. Очень красиво получается, очень много фурнитуры сопутствующей. Поэтому решила научиться шить. Выгоднее шить себе. Намного? Намного, да. В ценовой категории не могу вам сказать, но намного. Можно сказать даже, наверное, на 50%. Здесь сейчас просто такая возможность, когда люди сами могут создавать и превратить в хобби или в какую-то уже вид деятельности. Потому что есть у нас такие. Здесь, как говорится, несчастье помогло. Пока рынок одежды стремительно меняется, чем не повод посвятить себя новому делу. И, возможно, даже занять свое место под солнцем. Анна Рашегирова, Александр Антропов. День с толком. День с толком.